Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь берешь... Если до этого мы брали голубой, да? Да. То теперь, чтобы оно не было равно небу по цвету, мы будем пользоваться синим. Тем более, что снег в солнечный день синий синит. Вот на это количество краски прекрасно ляжет синька снега. Соблюдая конструкцию этих скал, уложишь, допустим, вдоль хребта, поднимешь по тем траекториям, которым это лежит. Вот они, вот они, проектории. Хорошо? Светлый снег, то есть тот, который освещен светом, с этой краснотой будешь брать. Скалмием красным светлым. Вот с этим. Да. И у нас появится свет тень. Вот такая между ними колоссальная будет разница. Появится свет тень. Хорошо? Да. Мера вещества тоже не слишком перегустит. То есть меру соблюди. Особенно в тени. Если на свету можно бомбить густотой, но тоже лучше дать еще возможность сверху доложить. Потому что если ты слишком много положишь, сверху уже нечего будет. Доложить, оно будет просто в кашу превращаться. Давай так. Скажешь, большая мастихина, да? Пока большим, потом на маленький перейдешь. Не стало. Я видела, что не стало. Тяни. Нет этого рыжего. Он холодный там. Где ты там розовый снег увидела? Вот там. Это за вид. О, хохохонюшки. Может, подложить темную кого-то? Нет. Значит, в тени здесь синит, сиреневит теневая. И только чуть-чуть коричневит. Только чуть-чуть. Так все было красиво. И вдруг на тебе. Краснот. Вот цвет теневый цвет теневый, как ты его вначале и набрала, который мы сбрили. Ну вот что это? Ну, все сбривать надо. Давай. Прозрачность по отношению, да? То есть чуть другая тональность. Другая тональность. Смотри, как небо сразу отделилось. Облака будем рисковывать? Да. Как? Как? Не скажу. Смотри, смотри. Класс. Какой склонник. Ты тоже видела там эту грань? Я ее пыталась, но не решилась. Нет, ты закопошила ее в кусок. Закопошила, да? Смотри. А у меня грань. У тебя грань, да. Потому что я знал, что нужно выразить грань. Ты просто срисовывала, а я выражал грань. Понимаешь? Ты понимаешь? У меня выражена грань. Так. Вот тут ее тоже надо выразить? Да, конечно. Она такая неровная какая-то. Вот там она не симпатичная, а ее лучше выразить. А заодно идею склона выразить. Она еще и близко к нам. Поэтому ты видишь, я даже густятинку подсуну. Да? Угу. Угу. Ну, а тут тогда антропеция должна быть. Это как ее. А я стремучилась. Чтобы она все не была одинаково рыхло. Вдруг появляются вот эти глубокие и, как бы, А вот что-то... Смотри, смотри. Не рыхлые места. Не рыхло. А вот что-то с роженой на этом, с корни вот тут вот. Она как по идее есть, но она как-то... Ага. Смотри, какое я напряжение дал. И оно из-за напряжения не только... Вернее, уже не цвет... Не тонового, а за счет цветового напряжения вышло сюда. Ты согласна? Да. Именно из-за цветового, а не тонового напряжения. То есть мы играем в игрушечки. В одном месте у нас тоновое напряжение, В другом – цветовое. Ну, чтобы разнообразненько. Скажи, а вот сюда тоже роженую эту подложить? Потому что цвет... Вот туда, может быть, и не стоит создавать напряжение, Равное переднему плану. Понимаешь? Понимаешь. Веревочки не вьем. Так. Раздавливаем. А, веревочки раздавливаем. Угу. Вон, грань выразилась. Вместо вот такой скучной, Ну, пусть где-нибудь возьмет И прорвется. Согласна? Угу. Зачем нам никак... Ну, там все-таки какая-то, А у тебя никакая была, да, грань? Сделаем ее какой-то. Разрежем немножко ее. Часто у них бывают такие расселены. Так. Там же свет был. Ага, ты его стерла. Был свет. Там же тень. Ну, она такой формы странная. Она вот сюда. Вот видишь, вот тут она уже светлая. Она как бы вот все еще. Вот это, нападательный характер. Ага. Ага. Так. Ну, в целом, фигня.